Привет, настроение синий! А сегодня у нас и в нашем логотипе на телерадиоканале Страна FM и в моем платье, и в Мишкином настроении! Ты даже глаза подвела! Я вот как сейчас вижу, а? Да, друзья, сегодня предлагаю понедельничный синий эфир в лучшем его значении, друзья! После воскресенья, да? После воскресенья, да! Но и как всегда, по традиции, каждый будний день мы встречаем вас с распростертыми объятиями здесь. Я и меня зовут Маша Нова. Это мой друг Майк Войс! Друг приятный и соедущий! Мака-мака! Но мы не вдвоем в этой студии. Как всегда, к нам приходят люди, которые связаны с юмором. И сегодня у нас в гостях резидент стендап Циммерман, а также резчик по дереву с повышенной квалификацией. Очень до человека, очень милые ручки и острый язычок Алексей Рябчика! Встречаем! Прошли ли тебя жаловать? Алексей! Мы тебя очень ждали. Привет, привет! Давай обнимание, целование. Со мной можно просто без поцелуев. Просто так. Как у тебя настроение? Скажи, понедельник, дождь. А у тебя отличное настроение. Всегда, это же... Подожди, 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 Леш, если можно, а можешь вот так немножко, знаешь, как вбиться в скампарке, распахнуть плащ? О, Леон Киллер! Леон, да. Кто нас слушает, но не видит? Криминал! Там Криминал, Цветок и, собственно, Леон Киллер на майке. Сразу видно, что человек к нам пришел с юмором и с серьезными намерениями. Сразу видно, что это резчик по дереву, понимаешь? И убить нас сегодня своим юмором готов просто, да? Кстати, расскажи, вот мне интересно, резчик по дереву с повышенной... Не просто, кстати, с повышенной квалификацией образования реставратор. Ну, да это... Прикол. Это прикол, это не про тебя. Вы вообще много обо мне знаете, где-то увидели, нет? Да. Я видела, я честно. Да, я честно. Вот я сейчас скажу, Алексей, честно, вот рассказываю. Я была на, значит, выпускающем, не знаю, как это не экзамен, а просто закрывающийся сезон в стендапе Циммермана. Закрытие сезона. Я смеялась так, как никогда. Я тебе серьезно говорю. Когда вышел Алексей, я думала, ну, такой достаточно интересный, интеллигентный, с виду человек. Наверное, сейчас будет так уже... С виду. Очень смешной. И просто он меня разорвал. Но я знаю, что у тебя очень интересная биография. Ну, да. Необычная. Давай тогда попробуем нашим зрителям, слушателям. Ну, да, твою пикантную подробность рассказать. Ну, да, я учился на Рещихо-Подерево. Потом, ну, вообще так получилось, что Рос там, можно сказать, на улице, ну, вот так воспитывался. И я попадал на малолетку в колонию. Ну, вот там повысил квалификацию. Рещихо-Подерево. Ну, да, по сути. Извини, пожалуйста, не хотелось бы, может быть, затрагивать эту тему, но ты сам написал первым словом у себя в инстаграме, и при этом христианин. Ну, да, я верующий человек. Не, не оттуда, уже потом, это другая совсем история. А там повысил квалификацию тоже. Там, да, просто отсидел по профессии. Слушай, ну, на самом деле, ты делаешь на этом акцент. И вот ведущий, который тебя представлял, тоже. Это твое некое амплуа, ты этим кичишься. Ты же и юморишь как раз по этому поводу, что ты сидел. Ну, да, это же, об этом же никто не шутит. Тема не открытая, поэтому она открыта для меня, и тем более я могу изнутри об этом говорить. И это, ну, клево. Есть же, ну, есть своя фишка. Когда начинал юмором заниматься, об этом не говорил. Но потом получилось, что это такая как раз тема, которую можно... Которую можно как раз-таки долбануть сейчас, да? В общем, друзья, на эту и не только эту тему будем сегодня говорить в ближайший час. Только приоткрыли мы этот колодец, оставайтесь с нами. Да-да-да, будем скоро туда заныривать. Дорогие друзья, после того представления, которое было сделано Алексеем самому себе, я не мог не начать второй наш выход вот так вот на картах. Семок у меня нет. Просто представляю, сегодня с нами Алексей, Мария, Майк Войс, и мы продолжаем. Давайте, друзья, пообщаемся. Сегодня у нас Алексей Рябчиков, кстати, человек с очень веселой фамилией. А тебя как-нибудь дразнили в детстве? Ну, по фамилии нет. Ну, было, может быть, чуть-чуть, но я это не любил. Больше, ну, была кличка Мел. А, почему, кстати, Мел? Ты же так и в Инстаграме. Подожди, давай сейчас сделаем маленькую рекламу твоему профилю в Инстаграме, чтобы на тебя сразу все подписались. Да-да, Алексей Мел 7, что-то такое. Нет-нет-нет, давайте так, давайте вот, чтобы не затерялось, так сказать. Алексей, нижнее подчеркивание, Мел 7. А, просто у тебя все открыто, понимаешь, он уже читает человек. Ну, я подготовился, послушай, а здесь другой у меня вопрос. То есть есть Алексей, нижнее подчеркивание, Мел 6, 5 и 4 и так далее, так понимаю, да? Да, и семерочка. Кончились, да. А теперь есть только семь. Ну да, Мел был, ну, от слова мелкий, наверное, малой, потому что я всегда со старшими, ну, как-то общался, и мелкий, и потом Мел пошло, уже когда вырос. Ну, ты всегда был таким юморным, шебутным парнем, или ты был все-таки таким прилежным учеником? Я не знаю, что, я, может, не сильно юморной, и шебутной, скорее, наверное, я такой больше, может, просто с необычным взглядом, наверное, на жизнь, не как у всех. Поясник, а? Вот это интересно. Что значит «с необычным взглядом на жизнь»? Ну, в целом, любой юморист, наверное, он с необычным взглядом на жизнь. Комедия-то и есть, наверное, просто необычный взгляд. Не хорошее чувство юмора, а скорее необычный взгляд на какие-то повседневные вещи, которые есть. Не, ну у меня есть там свои так же, например, я вообще не ругаюсь матом, ну то есть табу категорически. А это в связи с чем-то, с какого-то момента все-таки? Я так тебе прозрачно намекаю. Ну да, я вот то, что христианин вы говорили, я... А, я про другое? Ну хорошо, давай. Поэтому, да, я не ругаюсь матом, потому что, ну, это плохо. А когда совсем, знаешь, вот иногда вот бывает же, Маша, такая ситуация, когда вот, ну... Ну хочется, но вот других сопросто... А ты что говоришь в этот момент? Как же нехорошо вы поступили, Михаил, вот здесь. Как я всех люблю. Блин, могу сказать, козел. А все, на этом мы останемся. По животным прошлись, хорошо. Смотри, а вот ты пишешь, что человек, который умеет смеяться над собой, неуязвим. Это ты после чего сделал такой вывод? Это я у тебя в Инстаграме прочитала, кстати. Ну да. Очень хорошая цитата. Можно, знаешь, расхватить себе ВКонтакте. Я, может быть, где-то давно услышал, может, не мое, не уверен, что... Ну вот мысли... Да, хорошие мысли, потому что ты, правда, когда тебе говорят что-то... Ну, многие люди в обиде живут, и это большая проблема, что они постоянно на все обижаются. А когда человек, наоборот, воспринимает все, о, так это ж мне надо. Я, типа, про тебя может кто-то пошутить, ты можешь на этом построить потом свой монолог и... Леша, раз уж мы строим наше интервью по постам ВКонтакте, следующий как раз пост там и был насчет того, что, ребят, что вы все обижаетесь, что вы напрягаетесь, можно же просто над собой поржать, ну, над другим поржать. Да что такого? А вот здесь, это ты написал вот в этом месте почему? Потому что мало кто нормально воспринимает шутки, ты это замечаешь, либо почему? Ну, наверное, не мало кто, а бывают люди, которые нормально не воспринимают шутки. Их, наверное, жалко, потому что, ну, правда, они обижаются, а на самом деле человек, который пошутил над тобой, ему же все равно, обиделся ты или нет. Ты страдаешь сам от своей обиды, и ходишь с ней, и тебя она может и съесть, и в депрессию увезти, и дальше, там, не знаю, еще куда-то вообще в небо. Поэтому, понимаешь, Маш, я пошутил над тобой, посмейся, и все. Я всегда смеюсь, Мишка, если даже это, ну, как бы я внешне не проявляю, то внутренне я просто хохочу. А то под столом я видел, у тебя нож лежит, просто посмейся, не надо. Ну, конечно, про меня могут что-то сказать. Вот я хотела как раз спросить, ты обижаешься? Что-то про меня, я не обижаюсь. Никогда, никогда. Если это не оскорбление, а шутка именно. А вот где вот эта грань, подожди, между шуткой и оскорблением? Да. Просто бывают такие шуточки, знаешь ли, что ого-го. Ну, она, наверное, грань. У тебя в мозгу. Сердце, да, в разуме, я не знаю. Ну, ты же должен чувствовать, что ты, ну, какой-то, да, где-то жесткий момент, какие-то не переходить. Но в целом, в целом, ты ему, комику вообще классно, когда над ним шутят, он может потом выйти и сказать, вот, про меня говорят и про себя, то, что ему говорили где-то. А, то есть, наоборот, использовать это в стендапе, в своей речи. Многие так делают. В общем, друзья, мы тоже, у нас есть такая, знаете ли, тоненькая грань между эфиром, песней, поэтому нам вот сейчас надо чуть-чуть перевалиться на другую сторону. Сейчас будет хорошая музыка. О, перевалились. Здравствуйте, с нами, да, никуда не уходить. Сегодня у нас в гостях Алексей Рябчиков. Оле-оле-оле-оле-оле. Друзья. Конкурс «Большой футбол на стране» проходит, друзья мои, в это время. Дорогие друзья, по нам можно сверять часы. Московское время 18.20. Именно поэтому... 21 уже, Мишка. Пока ты говорила, да, а ты много говоришь, поэтому да, с 18.20 мы начали сейчас с 18.21. И ровно то самое время, чтобы подвести итоги выходных. Ну, самый-то главный итог-то какой у нас, а, Маш? Ну, самый главный какой итог? Какой, Миш? Да сборная России играла-то как достойно. Чуть-чуть. Ну, мы же не выиграли. Никто песчинки не хватило до полуфинала. Ну, ладно, ладно. Это, на самом деле, да, совсем не важно. Да, вот знаете, когда победа вот буквально на волоске, знаешь, как в детстве? На волоске, на ниточке рвется. Не знаю ничего, про волосы, часто говоря. Да, друзья, если вы горите футболом, если вы живете этой игрой, или, может быть, вы как Алексей Рябчиков, который сегодня у нас в гостях, только буквально вот с наступлением Чемпионата мира по футболу занялся этим видом спорта. Да, и сейчас сидеть со взглядом-то, что здесь происходит, присоединяйтесь. Да, то, пожалуйста, подключайтесь, присоединяйтесь, заходите на наш сайт страна.фм. Матчи еще будут продолжаться, поэтому, пожалуйста, участвуйте. Сейчас вопрос за ссылку. А сколько матчей сейчас осталось, Маша? Немного. Давай посчитаем. Давай. Четыре, Маша, я уже посчитал. Спасибо. Два полуфинала, финал-матч за третье место. Четыре игры. Вы отправляете прогнозы на предстоящие игры, а мы, соответственно, в 8.45 утра, в 18.20 вечера подводим итоги. И разыграем что? Медали серебряные. Но это еще не все, потому что... Подожди. Волшебные медали серебряные с изображением Михаила. Машиного. А, на каких-то машиного в форме футболиста, на каких-то я. Но самое главное, 20-го числа мы подведем итоги. Кто-то отправится в Грецию, причем не один, а аж вдвоем, кто больше всех половина прогулат. Слушай, ну вот у меня 20 июля день рождения. Можно я отправлюсь в Грецию? Только если со мной, ты будешь меня там терпеть. Ну нет, к сожалению, друзья. Нет, к сожалению, что я... Увы, по условиям конкурса даже мы не можем участвовать. Только вы, только наши дорогие зрители и слушатели. Ну и, конечно, гости, Алексей. Я могу, да? Ты можешь участвовать и можешь выиграть поездку в Грецию. Ты был, кстати, в Греции? Нет, в Греции. Вот, отлично. Прекрасный повод. Да, прекрасный повод начать. Итак, давай, значит, продолжаем подводить итоги. Очень просто. Два победителя. Что у нас? Два победителя. Два победителя. Коробкова Екатерина. Мобильный заканчивается на 26-69. Да, вы выиграли. Выиграли медаль, потому что вы правильно спрогнозировали 2-2 до пенальти, которые у нас состоялись в матче с хорватами. И второй победитель Англия выиграла у сборной Швеции со счетом 2-0. И первым этот прогноз сделал... Ешков Евгений. Ешков Евгений. 29-44, да. Молодец. Ребята, мы вас поздравляем, но это не значит, что вы дальше не можете участвовать. Расслабляться не нужно. И ни в коем случае вы так же активно заходите в наш сайт, так же активно делайте свои прогнозы. Друзья, страна.фм. Делайте прогноз. Дальше ждете от нас результатов в 8.45 утра, в 18.20 вечера. И, конечно же, самым-самым, но не то чтобы даже удачливым, прозорливым 20-го числа достанется поедка в Рецию. Конечно же. Да, поэтому, друзья мои, заходите на наш сайт, участвуйте в нашем конкурсе «Большой футбол». И каждый день мы будем называть имена счастливчиков. Да что там счастливчиков? Имена победителей, вот этих вот предсказателей. Знаете, есть осьминог-предсказатель. А у нас, оказывается, все наши россияне-предсказатели. Я, кстати, не предсказал ни один матч еще. В новостях Галкин похвастался своим умением предсказывать. Рассказывайте, Галкин, заходите на сайт «Страна.фм». Один на всю страну, единственный уникальный телерадиоканал «Страна.фм». И такой же гость у нас сегодня уникальный и непредсказуемый Алексей Рябчиков. Да, друзья, резидент стендап «Циммермана». Вот, кстати, я хочу раскрыть всем эту тайну, потому что сегодня Алексей буквально выдернуло с выступления, вот уже с репетиции, потому что сразу же после нашего эфира он едет сегодня выступать. Правильно, Леша? Давай сделаем маленькую сейчас афишу. Ну да, будет открытый микрофон у нас. Ну это просто проверка материала, но сегодня будет смешно. Там очень хороший состав комик. Обычно нет, да? Нет, но обычно там всегда бывает и смешно, и не смешно, потому что это такая рабочая атмосфера. Но это клево. То есть в этом и есть сам прикол. Кто-то плохо выступит очень, кто-то хорошо, ну и... Ну а давай расскажем, вообще есть такое понятие, проверка материала, правильно? Проверка материала, открытые микрофоны, да. Их много, в Москве они бывают, ну, частенько. Ходите на них, там живые выступления, живое общение с комиками всегда это круто. Скажи, а есть такое живое закидывание помидорами или тухлые яйца, когда, ну, реально на проверке оно не смешно? Человек вот вышел, и у него там, знаешь, что выстрелило, ну, может быть, половина шуточки. Не, ну, так не бывает. Бывает, просто ему говорят, уходи уже. А, просто уходи уже? Не знаю, просто говорят, уходи, да? Ну, да, было такое. Я надеюсь, не с тобой. Слушай, ну, самое-то главное слово, которое должно прозвучать, бесплатно. Это очень важно. Бесплатно, да. Да, да, мы так стесняемся это сказать. Бесплатно, дорогие друзья. Поэтому, если не смешно, то не так уж много денег вы и заплатили. Да, да. Приходите. А могли и заплатить. Ура, халяк, дождя, а куда приходить? Дождя, а куда приходить? Дождя, куда приходить? А сегодня это Unlock Cafe, это Лубянский проезд 19, по-моему. Ну, давай сразу расскажем. Прямо около метро Китай-города. Кто там еще будет, помимо тебя? Помнишь, кто-нибудь еще? Бармен, соответственно. Кто заявлен сегодня из ребят? Сегодня будет Филипп Мещеряков будет, вот он был, по-моему. Был у нас гостяк уже, всем хорошо, да, знаком. Будет Артур Чапарян будет, будет Руслан Мухтаров будет. Руслан Мухтаров тоже у нас был. Смотри-ка, у нас уже практически все резиденты уже побывали. Сегодня будут у нас проверяться. Сегодня твоя очередь. А может, вы когда-нибудь к нам придете прям с составом? Все вместе, да, кстати. И устроим здесь открытый микрофон? Вот, ну, посерьезки спрашиваю, а почему нет? Можем, да. Ну, подожди, как ты устроишь открытый микрофон? Ребятам нужно проверять материал. Вы же на зрителях, вам же нужен какой-то отклик, типа смеются или не смеются? Ну да, чем ты не зритель, чем ты не зритель? Я потом прерву, скажу, не смешно, ребят, спасибо. Мы можем устроить сет-лист, знаете, что-то. Нет, расскажи. Это когда импровизация, какие-то заготовленные, ну, там, словосочетания или что-то, какая-то мысль, а мы ее разгоняем, ну, вот, по ходу прям сразу. Слушай, это круто, друзья. А вот это мы можем сейчас устроить, кстати. Ты как, импровизировать? Не сейчас, нет, я не очень импровизатор. Леша, ну, что-то, нет, конечно же сейчас. Понимаешь, я тебе расскажу, особенно с моей соведущей. У тебя нет выбора. Ты просто сегодня первый раз с ней в эфире, а я уже, нет. Когда Маша что-то спрашивает, это не подразумевает вопроса. Она говорит, мы же с импровизируем. Ты скажешь, да, нет, никакой разницы, абсолютно, я проверял. Мы с импровизируем. Леша, ну скажи, пожалуйста, вот ты, я видела, кстати, по-моему, в лагере вместе с ребятишками, ездил не так давно, устраивал для них какие-то конкурсы. Ты вожатый там был или? Ну, я до этого был вожатым. Это вот, кстати, христианский лагерь был. А, круто. А сейчас я просто в гости к ним ездил. Ну, это база. База отдыха некая, да? И ты туда ездишь и с ребятами проводишь весело досуг. Да, провожу время, да. Классно. А ты рассказываешь им сказки? Ну, наверняка ты знаешь, где-то такую сказку о Курочке Рябе. Знаешь такую сказку? Маша, моя любимая. Про мою фамилию опять, да? Ну, естественно, про твою фамилию. Тебя, кстати, не дразнили, нет, Курочкой Рябой? Чуть-чуть было, наверное, где-то, но... Леша, ну ты понимаешь, откуда ноги растут. Естественно, твоя фамилия вдохновила меня сегодня на создание этого конкурса. Я предлагаю тебе сейчас немного поимпровизировать. Ты будешь рассказывать эту сказку Курочку Рябом. Но я буду тебе в помощь давать очень интересные, необычные слова, которые ты должен будешь вплести в контекст. Попробуем? Ты должен рассказать эту сказку с использованием моих слов. Вспомнить бы ее сейчас. А я тебе помогу. Леша, я тебе скажу, у нас есть всегда предусмотренный специальный маневр. У него же я как терминатор с домиками. Вот здесь можешь начинать читать. Ай, пожалуйста. Если что, я никогда не в курсе того, что происходит. Как это ты? Ты можешь на меня опереться, я говорю. Ты помогай тогда, Миша. Начинается так. Жили-были дед да баба. Вот, давай с этого начнем. Поехали. Помнишь, там курочка что-то снесла, кто-то что-то разбила. Да не надо, мне тоже интересно, как интерпретация Алексея. Все, Леша, поехали. Погнали. Жили-были дед да баба. Жили-были дед да баба. Ну так, они не очень жили. Бедно. Пипедастры к ним приходили. Нет, нет. Поэтому плохо им было. Вот, но и у них была курица, больше ничего не было. И они много, еще кубик-рубик был, они его собирали. Нет, нет, на досуге. Нет, у них единственное развлечение было в доме, это кубик-рубик. С пипедастрами. Так. С пипедастрами в гости, это гости соседи. На кубик-рубика ходили. Да, да, да. Так, и что же? Вот. И единственная курочка у них, вот, они ее за биткоин купили когда-то. За один. За один. За один, да. А сейчас, думали, лучше бы оставили. А сейчас, да, думали, что зря, но нет. Курочка снесла им золотое яйцо. Яйцо, да. Да, про которое скоро будет петь Ольга Бузова, вот. Так. Да, и... А потому что оно одно, половин-то нет у яйца, правильно? Их же мало. Да. Да, да, потом бы енот-полоскун к ним залез в дом и разбил яйцо. Так. Вот, вот это золотое. Так. Все, расстроились все. И дед бабку консилером назвал даже. Консилером? При пи-пи-пи вот этих, да? Да, да, да. И говорит, идти в теле твоей больше не буду есть. Это... Так, так, интересно. Это еще не все. Так, 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 так. Все, и... Плачет дед у меня в этом месте уже написано. Плачет дед, плачет баба. Плачет дед, плачет баба. И смотрят в перди моноколь. Блин монокольный. Да. Вот. Плачет, слезы льются у них. Вообще все плохо. Да. И вызывают потом духа вовузелы. Вовузелы дух есть. Так. Много. Духа вовузелы вызывают. Интересно у нас там. Надеются, что он поможет им, да? Но пришла скалопендра и... И что же? Все, нет хэппи-энда здесь. Здесь нет хэппи-энда. Посадили деда. Посадили деда, да? За скалопендру. За скалопендру, да. А, потому что вот эти, друзья, пипи... Пипидастры. Пипидастры. Убили, подкинули скалопендру и тут же наряд понятые. И все. И приняли его. Друзья, это реально отличная тема для песни Ольги Бузовой. Как сказал Алексей. Да, про золотое яйцо она еще не первая, мне кажется. Леш, если вы мне рассказали такую сказку в детстве, мне пришлось бы от нее, ну, скажем так, несколько отходить. Друзья, давайте немножечко отойдем от сказки, послушаем музыку. Я не могу уснуть, я буду свияться. Дорогие друзья, с этого понедельника мы немножечко переформатируем наш час интервью. Первые шести до семи у нас будут теперь профессии. Сегодня у нас резчик по дереву с повышенной квалификацией. Реставратор. А также, конечно, стендапер, как всегда, юморист Алексей Рябчиков, Майк Бойс, Маш Новая. Да, вот мы, кстати, друзья, мы в прошлом выходе, если вы нас внимательно слушали и смотрели, у нас был конкурс, связанный со сказкой. Алексей у нас, значит, сейчас в импровизации просто показал весь свой талант, рассказал, что они с ребятами тоже так собираются, всякие там мозговые штурмы устраивают и так далее. Леш, вот сейчас, на самом деле, мы придумали новый формат. Это детский стендап, понимаешь? Сказку, ее же можно придумывать вообще по-своему, на свой лад. Что ты об этом скажешь? Есть ли, может быть, уже, кстати, существует вообще дети и юмор, это на одной вообще планете или нет? Ну, нет, мы... Существует, мы уже делали, и сейчас вот будет у нас как бы детская школа стендапа. Ну, не совсем детская, но подростковая, вот же там лет 12, 13, 14, 15, 16, это вот... Они очень интересные, у них получается, мы уже делали это вот зимой, и сейчас будет у нас опять две школы, будет сейчас 16-го числа и в августе будет, и потом вообще хотим делать кружок, чтобы был постоянный, ну, детский кружок стендапа. Это при стендапе Циммермана, правильно? Куда нужно детям, точнее, не детям, конечно, а вместе с родителями, они же подают заявки, правильно? Или можно зарегистрироваться на каком-то сайте, или нужно обязательно прийти куда-то, подать свою заявку. Что делать, переведу я Машину и слова? Что делать, да. Ну, у нас есть администратор, ну, пусть мне пишут, вот почту мы диктовали. Ой, не почту, а Инстаграм. Инстаграм, друзья, все заходим к Алексею в Инстаграм. Подождите, не надо это заигрывать. Алексей, нижнее подчеркивание, мел 7. Не 6, не 5, не 8, мел 7. 7, моя любимая цифра. Как Криштиану Роналду, болейте за Криштиану Роналду. Не, ну, подожди, а что, абсолютно каждый ребенок может стать стендапером? Или есть некий кастинг, вы проверяете, у тебя там у боли гиги? Не каждый, но зато каждый родитель может это оплатить, понимаешь? Да, ну, нет, ну, по крайней мере, то, что каждый сможет выйти на сцену и попробовать и выступить с каким-то своим написанным материалом через, там, к концу курса, это точно. А дальше станет ли он сам заниматься этим или нет, это его... Но ради того, чтобы хотя бы один раз выйти и рассказать что-то смешное, что ему... Алексей, Алексей, я так тебе скажу, не ты первый сидящий на этом стуле, кого Маша так настойчиво спрашивает, что делать, как это работает, что ты посоветуешь на первых порах. И я все время это слушаю, подкалываю Машу, и сейчас ты, я понял, Маша, Так вот, с чего тебе и надо начать, детский стендап, начни сначала! Ну хотя бы с этого, реально, с азов! Леша, ну вот какие там азы, с чего начинают реально дети шутить, что вы им там рассказываете, показываете? Сначала они начинают рассказывать нам, что их волнует, прежде всего, ну, чем они живут, чем занимаются, что вот, школа, сад, бабушка, дедушка, родители, все... Все такое разное. Что у них происходит дома, ну, каждая семья же индивидуальна. Абсолютно. У нас была детская школа, у девочки были родители-байкеры, о, и там можно было много чего шутить, да. Но вы им помогаете писать, или же у них есть некие домашние задания? Помогаем, ну, конечно, помогаем, не задания, они сами стараются где-то, мы же тут помогаем где-то, ну, мы их направляем скорее, чтобы сами старались писать, как и на взрослой школе. Ну, помимо стендапа, такие научения от старших товарищей тоже, правильно? Какие-то правильные воспитательные вещи. Ну, мастер-классы, я думаю. Я к чему говорю, ты же рассказываешь, Леша, кто, как не ты, должен рассказывать детям, что как нельзя делать, понимаешь? Вот, ребята, вот в том, где я был вместе, там ничего хорошего точно нет. Леш, ну вот смотри, ну много было в твоей жизни, ну, и там, и сложные ситуации и так далее. Но как все-таки вот научиться относиться к жизни с юмором? Да. Да, как научиться? Ну, смотреть на нее со стороны, как на себя, и все легче воспринимать. Проще быть, я не знаю, ну... Проще, улыбаться, прохожу. Леша, ты готов вот именно в этот момент стать чуть-чуть проще? Готов? Да, я... Тогда, Блица, просто не думай. Все, расслабься, облокотись на стул, да, и все, что приходит в голову. Поехали. Для меня самое важное в жизни. Это? Это бог. О! Идти по жизни с юмором это? Это? Это круто! Это круто, говорит Алексей, а я сейчас помогу, Алексей. Иди поправь, иди поправь. Тут такие эмоции, тут вылетают батарейки. Тут Маша, Маша что-то делает. Маша, только чтоб тебя током не удавило. Нет, самое интересное, Машу послали делать. Маша вообще не с технической стороны, конечно, подошла. Сейчас, надо батарейку вставить другой стороной, мне кажется. Ребята. О, все, все заработало. Миша, давай следующий вопрос. Все, поехали. Слушай, подожди, подойди поближе, через твой микрофон будем общаться. Если бы сейчас был 2018 год, что бы ты делал? Тысяча. Шутил. А ты 2018? То еще больше шутил. А когда ты будешь таким же креативным, умным, но уже старым, что ты скажешь своим праправнукам? Скажу, что они молодцы. Если бы не юмор, где бы ты сейчас был? В тюрьме. Почему это так смешно? Я не знаю, звучит. Дайте, дайте, дайте я спрошу. То есть ты до этого не был с юмором, да? Ну, правда. И, кстати, а там юмор помогал? Вот серьезно. Там вообще один юмор. Скажи, если бы одной шуткой можно было спасти жизнь человеку, что бы это была за шутка? Давай, такая специфическая. Вот Маша, спаси Маше жизнь. Леша, спаси меня. Если бы одной шуткой можно было спасти... Давай. Что бы это... Пошути уже, давай. Что угодно, скажи, голубая шутка, неважно. Какая? Ты мне первая, что пришла в голову. У нас цветостроение синий сегодняшнего эфира, поэтому любая шутка пройдет. Ну, это была бы шутка про жизнь, наверное. Вот на этой ноте с шутками про жизнь мы и заканчиваем. Однозначно. Друзья, спасибо всем, кто нас слушал, смотрел. Сегодня у нас в гостях был Алексей Рябчиков. Ура! Встретимся, увидимся в следующем часе. Леша, спасибо тебе. Спасибо, Леша.